Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Остались ли официальные представители европейских и американских масляных брендов в России? Быть представителем крупного бренда в России, это было круто, но на самом деле реально круто, потому что я 7 лет проработал на ExxonMobil. С 2007 года я занимаюсь собственным бизнесом, а до этого проработал 7 лет в ExxonMobil, у официального представителя, официального дистрибьютора. Официальный дистрибьютор крупного суперменеджера бренда это круто реально, потому что это поддержка, это крупные видеобонусы для дистрибьютора, это достаточно простые продажи для менеджеров непосредственно, потому что продавать бренд, который известен всем, гораздо проще, чем продавать малоизвестные бренды, особенно если ты локально в своем регионе единственный дистрибьютор данного бренда. Нужно просто следовать определенным правилам и скриптам, и все будет продаваться сам по себе, если правильно к этому подходишь. По сути дела, что такое дистрибьютор бренда крупноофициального? Это посредник между клиентом конечным и заводом. Завод производит, например, в США что-либо, или в Европе. Есть торговый отдел у них, есть отдел технической поддержки. Это все транслируется через посредников России к конечному потребителю. Это техническая поддержка всесторонняя, это ответственность завода, которая ретранслируется через дистрибьютора к покупателю. Это очень важные моменты. Когда в феврале 2022 года произошла вся эта ситуация, то в первую очередь, к сожалению, огромного пострадали именно дистрибьюторы, официальные представители брендов, европейских и американских, они попали под раздачу первыми. Как ситуация стоит сейчас? Само собой разумеется, что европейские и американские компании, которые поставляли в Россию продукцию, крупнейшие супер-менеджеры все, они все прервали прямые официальные контракты и дилерские и дистрибьюторские договоры с представителями в России. Надеюсь, это всем понятно, не нужно объяснять почему. И компании небольшие, блендерные заводы, которые тоже занимались продажами и работой в огромных масштабах с российскими, представителями своими, также сделали то же самое. Потому что это политическое давление, это опасность попасть под жесткие санкции у себя в стране, под экономические, даже под, возможно, санкции на законодательном уровне какие-то, под уголовную даже ответственность, возможно, в некоторых странах. Поэтому европейские все производители абсолютно, и американские, они под огромным давлением находятся вот с этой ситуацией в связи. Соответственно, все официальные контракты, дилерские договоры и т.д. и т.п. были прекращены. Вам могут разные представители разных брендов говорить обратное, но это, к сожалению, к огромному еще раз я не злорадствую, это на самом деле плохо. Это так, на самом деле, я уверен, что сейчас официальных контрактов не имеет никто, официальных представителей, и по большому счету в России брендов американских и европейских нет. Хотя вам могут рассказывать совершенно обратные вещи, но это, к сожалению, уже влажные мечты этих людей, это уже не имеет отношения к реальности. Почему это плохо? Потому что, я уже сказал ранее, представитель официальный дилер и дистрибьютор бренда в России, это представитель, по большому счету завода через посредников, конечно, тем не менее, который несет полную ответственность. О качестве продукта, полной ответственности про техническую поддержку, все, что касается и т.д. Это, на самом деле, очень важные вещи, особенно, что касается работы с предприятиями различными, с сектором таким, что касается промышленности и т.д., транспортной компании крупные, ну и частные лица в том числе тоже. Поэтому, конечно, это плохо, потому что, да, у бывших дистрибьюторов, у бывших дилеров остались технические специалисты и штат, как правило, они свой не развалили. И это прям было сделать тяжело, потому что представьте себе, да, там огромный поток по продажам какого-нибудь крупного бренда и хоп и все, ничего не продается у тебя, ничего нету, ничего не дают возить, контрактов нету. Сразу все ринулись обходными путями находить ввоз продукта через Турцию, через другие страны. У некоторых это получилось, у некоторых нет, но это все параллельный ввоз. Это не официальные поставки через европейские страны напрямую с завода. Это все параллельный ввоз через посредников, вот через долгую логистику сложную. Поэтому это складывается все в то, что, во-первых, непредсказуемость поставок, плюс завышенные ценники, именно потому что логистика, она стала гораздо выше, на самом деле, особенно в первое время. Что касается штата и технической поддержки, многие дистрибьюторы к их чести ее оставили, не уволили сотрудников, которые занимались брендами разными, просто переквалифицировали их немножко. И они сейчас занимаются тем же самым, только самостоятельно, скажем так. Вот, это хорошо. Но, к сожалению, не у всех это получилось сделать, не у всех это получилось, потому что, ну понятно, да, что финансовые потоки прекратились, у тебя штат, там, 100 человек в компании, а что тебе делать-то? У тебя там раньше были миллионные оборотки, 100-миллионные оборотки, там, миллиардные оборотки, а сейчас у тебя оборотка, там, там, 3-4 миллиона в месяц, и что ты будешь делать? Понятно, что штат содержать нужно, нужно платить зарплаты, бонусы, нужно платить людям, которые привыкли к зарплатам высоким. Вот, многие дистрибьюторы ринулись в сферу импортозамещения, стали заниматься брендами российскими, некоторые стали заниматься брендами, которые стали возить из Азии, много из Турции, вы сами прекрасно знаете, я об этом рассказывал неоднократно, вот, поэтому все вышли из ситуации по-разному. Конечно, ситуация это для всех как бы неправильная и ничего хорошего абсолютно в этом нету, но, тем не менее, она такова, поэтому по официальным представителям, официальным дистрибьюторам России ситуация сейчас однозначная, их нет по европейским и по американским брендам. Азия. Что касается Азии, знаете, такой есть пословица, Васька слушает, да ест это когда кота, ругает хозяйка, он продолжает есть сметану, то же самое японцев также, да, они вроде бы их ругают, да, вроде под давлением корейцы, южнокорейцы тоже самое, но они продолжают работать с Россией, потому что давить на японцев и на корейцев можно, но сложно, они живут своей собственной жизнью, у них там свои собственные, свои мотивы. Вот, они вообще не хотят прекращать отношения, тем более, которые приносят им прибыль, от которой они очень сильно зависят, вот, благосостояние страны. Поэтому тех, у кого по географии была хотя бы тройка в детстве и вспомнят немножко карту и поймут, что если мы россияне, если наша Россия дружит хоть с какой-либо азиатской страной, которая находится в том регионе, то поставки по азиатским продуктам не прекратятся, потому что товарооборот между Японией, между Южной Кореей и соседними странами, он колоссальный. Вот, и что бы ни происходило в геополитическом поле, всегда будут поставки происходить и японских продуктов, и корейских продуктов, вот, и так далее. Поэтому, как бы, тут боятся того, что прекратятся потоки из Японии и Южной Кореи не стоят точно, потому что это даже зависит больше не от наших отношений с этими конкретно странами, а от наших отношений с регионом в общем. Вот, так вот такая ситуация, параллельный воз, насколько это страшно? Да ничего это не страшно, потому что те же люди, которые занимались дистрибуцией брендов, они, как правило, сейчас нашли возможности возить параллельно продукцию, некоторые просто делают это более сложными логистическими путями, как я сказал уже ранее. Ну, конечно же, с силу того, что и так было подделок кучи по бренду Super Major, сейчас это еще более усугубилось, естественно, да. Но стоит ли из всего этого, из-за всего этого переходить, например, там на бренды российские, решать только вам. Я достаточно много по заводам езжу российским, вижу, что люди начинают шевелиться, что они что-то делают, они начинают производить качественную продукцию, но, тем не менее, это все нужно было делать, начинать гораздо, гораздо раньше. Намного раньше и озабочиваться нужно было этим лет еще так, этак, 20 назад развивать все. Собственное производство присадок, в частности, производство собственных хороших полимерных загустителей и так далее. Это нужно делать гораздо раньше. Сейчас это все начинает развиваться, начинает помаленьку строиться. Крупнейшие наши большие нефтеперерабатывающие структуры этим тоже озаботились. Я думаю, что, конечно, это приведет в итоге к тому, что у нас в России в коем-то веке появится своя, независимая абсолютно ни от кого, полностью зацикленная структура, полностью зацикленная структура, которая производит от и до полностью готовый продукт. Базовые масла с ними все нормально, в принципе, и то, как бы там есть сейчас такая ситуация, что китайские дешевле базы. С базовыми маслами, допустим, все нормально, полимерные загустители мы делать можем, умеем, будем делать их обязательно. По пакетам присадок и по компонентам для пакетов присадок тоже ситуация не безнадежная, но это требует времени. Такая ситуация. Мы, в принципе, разобрали все моменты, про официальных представителей вы поняли, вот, поэтому работайте с проверенными компаниями, с проверенными структурами, которые несут ответственность за то, чем они занимаются. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишите, поставьте лайки, пишите комментарии к этому видео, что вы с вами об этом думаете, потому что ваше мнение тоже очень важное. Подпишитесь на меня на Дзене, потому что там видео выходит раньше, чем здесь. Всем пока!